Продолжение следует... На днях Роман перенес операцию, ему сформировали культю ноги, это нужно для дальнейшего протезирования, рассказал собеседник портала. Костомаров уточнил, он будет находиться в реанимации до того момента, пока ему не установят протезы. Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией, некоторое время он пробыл на аппарате ЭКМО, а потом у спортсмена начались проблемы с сосудами, которые привели к гангрене и серии ампутации, какое-то время он находился в коме. Роман Костомаров заслуженный мастер спорта России в паре с Татьяной Навко, он становился олимпийским чемпионом 2006 года, дважды чемпионом мира и трижды чемпионом Европы в танцах на льду. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться и хочет начать двигаться, об этом сообщают журналисты. Состояние удовлетворительное, восстанавливается, Роман мечтает начать двигаться и выйти из больницы, говорится в публикации. Ранее стало известно, что Костомаров восстановился после микроинсульта, перевод из отделения реанимации в обычную палату пока не планируется, но ситуация стабильно улучшается. Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией, некоторое время он пробыл на аппарате ЭКМО, затем у спортсмена начались проблемы с сосудами, которые привели к гангрене и серии ампутаций. Роман Костомаров заслуженный мастер спорта России, в паре с Татьяной Навко он становился олимпийским чемпионом, в 2006 году дважды чемпионом мира и трижды чемпионом Европы в танцах на льду. Романа Костомарова выпишут из реанимации в ближайшие два месяца, об этом сообщили два источника в окружении фигуриста. Один из них отметил, что состояние фигуриста улучшается с каждым днем и в ближайшие месяцы должен покинуть отделение реанимации. Другой собеседник сказал, что фигурист чувствует себя лучше, отметив, что спортсмен постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни.